Друзья, всем привет! К марке BMW можно относиться по-разному, но у них есть третья серия, которая дико популярна по всему миру и в нашей стране в том числе. В этом видеоролике я вас хочу познакомить и с моделью, и самое главное с комплектацией, которая очень востребована на нашем рынке. Подавляющее число покупателей покупает именно эту версию. И в этом видеоролике я вам хочу как раз показать ту самую востребованную комплектацию, сколько она стоит и что она в себе несет по опциям. Этот ролик мы постараемся сделать насыщенный по информации, динамичный, но прежде чем мы начнем, коротенькая реклама спонсора этого выпуска, и мы возвращаемся к основной теме ролика. Че, хочешь, БиКью? На, держись! Держу! Купи телевизор БиКью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Что мы с вами имеем? Это 320-я BMW с дизельным мотором в М-пакете. Комплектация называется М-Спорт Пьюр. В нашем случае машина 2019 года и она идет с задним приводом. На сегодняшний день заднего привода для 320-х BMW нету. Все они опционально будут идти с полным приводом. И в большинстве своем, как в 2019, так и в начале 2020 года, люди, естественно, отдавали предпочтение полному приводу. Но есть люди, кто понатеет именно от заднего привода. На сегодняшний день всем фанатам заднего привода остается только 318-я. В 2019 году, да и в 2020, до начала Чарона вируса, вот эти автомобили, повторюсь, 320-я, полный привод М-Пьюр, стоили по цене бензинка 2,300, дизельная 2,400, плюс-минус 50 тысяч рублей. Сегодня вот эти автомобили стоят бензинка примерно 2,700-2,750, дизельная версия на 100-150 тысяч рублей дороже. Вот так вот, казалось бы, за 4-5 месяцев просто-напросто скаканули цены на 400-500 тысяч рублей вверх. М-пакет очень востребован для BMW, особенно для третьей серии, потому что автомобиль сам по себе молодежный. Некоторые люди до сих пор думают, когда видят шильдики на машине, что это владельцы их клеят. Якобы покупают автомобили, клеят шильдики для того, чтобы кто-то там думал, что это более заряженная спортивная версия. Нет, это все идет опционально с завода. Сюда же входят спортивные бампера спереди-сзади, боковые вставочки. Интерьер салона тоже отличается. Все, что входит в М-пакет, вот здесь вы можете почитать в интернете. Перечень будет. Изначально в базовой версии у вас будет идти диодная оптика. В нашем случае оптика идет лазерная. Как понять? Вот эти синие вставочки, сами об этом говорят. Это вот в потоке, когда вы едете, вы это увидите. Далее у нас идет противотуманочка. Все, у нас тут жабры вставочки. Они пластиковые, это просто-напросто заглушка. Изначально черные ноздри у вас не идут. Это опционально все ставится. У вас будут они хромированные. Кому-то нравится хром. Кто-то же сразу ставит черные ноздри. Вот этот автомобиль человек изначально опционально собирал под себя. Колеса, черные ноздри, зеркала. Все это было установлено при покупке. И машина обошлась ему в 2019 году в 2 миллиона 560 тысяч рублей. Это очень хорошая цена. С учетом того, что здесь все стоит оригинальное. Вот эти вот карбоновые зеркала, накладки. Казалось бы, ну карбон это оригинал. Друзья, у дилера это стоит примерно 60 тысяч рублей. Я думаю, вы обратили внимание на колеса на этой тачке. Конечно же, виду они ей придают однозначно на плюс 5. Друзья, это опционально. Ставятся колеса M Performance 20 размер. У нас получается резина разноширокая. Спереди у нас ее 225 на 35. Сзади у нас идут 255 на 30. Друзья, для Москвы еще плюс-минус норм. Внешний вид очень красивый. Опять же, старая песня о главном. В регионах совсем другая дорога. Здесь мы останавливаться не будем. Вот эти колеса в сборе примерно стоят 1300 рублей. Изначально комплектация у вас идет с колесами 19. Клиренс у автомобиля 145 миллиметров. Кто-то скажет, это мало. Вспомните, совсем недавно мы снимали Mercedes A-класса, где клиренс вообще 104 миллиметра. Здесь подвеска идет независимая. Но она здесь с регулируемой жесткостью. То есть она адаптивная. Можно включить ее в режиме комфорт. Можно ее перевести в более жесткий режим, когда вы переходите в режим спорт. По опционалу, смотрите, вы получаете бесключевой доступ. Казалось бы, бесключевой доступ. Кого-то этим удивишь. У немцев, ребята, это доп. опция. Поэтому я бы этому дико был бы рад. Открываем дверь. Вы получаете двойные стекла. Это реально круто. Потому что когда вы будете разгоняться. А на этом автомобиле вы будете разгоняться. Вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее. По интерьеру автомобиля. В М-пакет опять же входит вот такой дизайн. Это называется у нас М-руль. Он идет с подогревом. Мультимедийность руля, многофункциональность. Это все понятно. Приборная панель. У вас идет тоже более продвинутая. То есть не аналоговая. Хотя в более дорогих версиях у вас она будет еще круче. Сидения. Спортивные сидения. Они тут комбинированы. Вставки эко-кожа и алькантара. В этом есть свои плюсы, свои минусы. Ранее была вставка ткань алькантара. Сейчас у вас они становятся более дорогими. Но вот в жару на алькантаре тоже жарче сидеть. Что меня удивляет. Стандартная история о том, что ты покупаешь немца за 2 миллиона 800 тысяч рублей сегодня. А у тебя вот так же будут механические регулировки сидений. Для того, чтобы у тебя было электро, нужно что? Нужно доплатить. Багажник в автомобиле у вас будет открываться и закрываться с кнопки. С электропереключения передач. С возможностью управления режимом спорт, комфорт и эко-про. Раздельный трехзонный климат-контроль. С кнопочки все заводится. По опционалу автомобиля у вас нету никаких, естественно, вентиляций. У вас нету навигации. Собственно, у вас нету люка. Здесь все, что идет, у вас просто черный потолок. Здесь все на любителе. Некоторые говорят то, что интерьеры BMW слишком простые. Кому-то нравится Mercedes, кому-то нравится Audi, кому-то нравится Lexus. Друзья, здесь все на вкус и цвет. По габаритам третья серия сегодня достигла первых выпусков пятой серии. То есть сзади места, в принципе, должно быть достаточно. Я сейчас настроил передний сиденье под себя. Присаживаюсь. И если раньше, в предыдущей третьей серии, было гораздо теснее, то здесь, ну, друзья, в целом, вот так вот по городу передвигаться достаточно места. Очень важно то, что спинка сиденья вот под таким наклоном сделана, что с одной стороны хотелось бы откинуть ее еще чуть-чуть назад. Но в целом вот так вот передвигаться для города норм. На дальнее расстояние, объективно говоря, места здесь будет маловато. Да даже и в пятой серии, вот я передвигаюсь, пусть там F10 предыдущая, но все равно сзади места мало. По задней части автомобили уже полностью узнаваемы. Что-то нового вам здесь рассказать нету. В этом пакете у вас идет раздвоенный выхлоп. Здесь у вас так ждет вставка жабры, пластиковый. Исключительно все сделано для красоты. Но опять же, друзья, вдумайтесь, 2 миллиона 800 тысяч рублей. Здесь нету камеры заднего вида. Открываем багажник. В силу того, что изначально у нас автомобиль пришел на ранфлейте, никаких запасных колес здесь нету. Когда вы покупаете автомобиль, и изначально он опционально идет на резине без ранфлета, то у вас будет дополнительно опционально идти ремкомплект. Сам по себе багажник небольшой. Он до 500 литров. Но самое необходимое, в принципе, перевести можно. Коляска сюда запросто поместится. Опять же, вы можете сложить заднее сидение, места станет больше. Здесь уж думайте сами. Но в целом автомобиль предусмотрен для города, либо для загорода, но уж точно не для дальних путешествий всей семьей. Под капотом нас встречает знакомый двухлитровый дизельный мотор, который выдает 190 лошадиных сил, 400 крутящего момента. В силу того, что автомобиль легче пятой серии, он разгоняется до первой сотни 6,8 секунд. Заявленный паспортный разгон. У версии с полным приводом он будет 6,9 секунд. Опять же, эти автомобили поддаются чиповке. Их можно сделать еще быстрее. Но единственный минус у них, что дизеля не звучат. Многие люди покупают 320 бензинки именно для того, чтобы чипануть и сделать выхлоп более басистым. Потому что тачка все-таки молодежная. Говорить о надежности, поломках, что сделав чип, машина проедет там первые 100 тысяч и сломается, мы не будем. Вы все об этом прекрасно знаете. Здесь истории бывают разные. У одних и по 200 тысяч км приезжают, все нормально. Есть же опять, говорят в интернете, люди, которые снимали и рассказывали, что у человека там третья серия вся сыпется. Все сугубо индивидуально. В нашем случае мы вам показываем, что вы получите, подчеркиваю, за 2 миллиона 800 тысяч рублей сегодня. При условии того, что человек на нем передвигается постоянно активно, по городу расход у него составляет примерно 8,5 литров, если верить бортовому компьютеру. В смешанном цикле средний расход будет примерно 7 литров. Если передвигаться исключительно по трассе, там действительно можно увидеть цифры 5-6 литров, но опять же, все зависит от стиля езды. Здесь мы останавливаться не будем, здесь все понятно. Мы с вами идем дальше. В нашем случае сделана сразу одна очень важная доработка. В автомобиле зашумлены арки. Тем самым, передвигаясь по городу, на 20-х колесах, по нормальной дороге, вы будете чувствовать себя максимально комфортно. И самое главное, опять же, для управляемости. Вот эта тачка, трешка, просто идеальна. Вот 2 литра здесь, в целом, куда интереснее, чем 2 литра дизель на той же самой пятерке. Но, конечно, друзья, по динамике этот автомобиль вас сильно не удивит в стоковом состоянии. Если вы хотите себе пушку-гонку, то однозначно либо чиповать, либо уж будьте добры доплатить за 3-х литровый дизель. Вот там по динамике просто будет сказка. Здесь же для города будет достаточно. Дизельные моторы у немцев, это совсем другая история. Это вам не тарахтящие трактора у японцев или корейцев. В чем кайф BMW? То, что вы покупаете автомобиль, и вы покупаете конструктор. Вот люди, кто фанатеют тачками, понимаете, вы можете купить, передвигаться годик-два на нем спокойно. Потом вы захотели его доработать, пожалуйста, можно чиповать. Можно его чиповать грамотно. Устанавливать даунпайп. Можно перешивать коробки. Опять же, вот покажи, пожалуйста. Вот в чем развод BMW? Везде идет свой маркетинговый уход. В силу того, что у нас не заряжены, не продвинутые версии. Есть версии Pro, есть версии 330, 340. У нас, вот, казалось бы, большой дисплей, но по факту вот у нас рабочее пространство. Стандартная история для немцев, да и для корейцев сегодня тоже. Отличительная особенность. Вот на звук, пожалуйста, пищалочки у нас. Музыка более продвинутая. В бюджетных версиях она будет проще. Но за свои деньги, в принципе, вот если бы вот этот автомобиль вернуться к цене 2 миллиона 400 тысяч рублей, вот плюс-минус там 2 500, вот в хорошей комплектации с доп. опциями, это была интересная машина с полным приводом. Сегодня, конечно, отдавать за нее там свыше 2 800, 2 900, но это перебор. Опять же, будем надеяться, что ситуация изменится. Ну, как вы верно подмечаете в комментариях, в нашей стране еще никогда ничего не дешевело. Но раздать на этой тачке, друзья, всегда охота. И тем более, есть возможность. Ну, это город, вот вам живая ситуация. Только ты хотел разогнаться, вышли пешеходы. Ну, вот в режиме спорт, да, она еще подпинывает, тебе дает под жопу. Блин, кайфы. Кто-то скажет, что это фуфло. Но я провел опросы в инстаграме нашего канала. Буквально единицы ставят машине оценку за дизайн 2 балла. Ну, скажите сами ваше мнение в комментариях. Что это такое? Фуфел или все-таки интересная машина? В чем кайф машины? Это в ее габаритах, в ее массе. То, что машина небольшая в отношении пятерки. И она очень хорошо стоит на дороге. Кто гонится за динамикой, кто хочет хорошую, агрессивную, спортивную езду, чтобы ощущать автомобиль. Вот для вас как раз третья серия. Пройдите обязательно тест-драйв, посидите. Гнаться за пятеркой не стоит. Вот трешка, вот в таком кузове, она действительно достойна вашего внимания. Когда прогазовываешься, звук приятный. Ну, не скажешь, что дизель. Ну, действительно, ты едешь, то есть такие характерные нотки, как от бензина, вполне достойно внутри салона. Мы сейчас разогнали сотку. Друзья, ну реально комфортно в машине. 20-е колеса, трешка. Вот тебе, пожалуйста, дополнительная шумоизоляция, двойные стекла. От стекла по верхней части вообще тишина. Вот мы едем с большим комфортом. В этом плане, конечно, вау. Вау. Я когда тестирую Lexus, когда тестирую японцев, корейцев, понимаю, блин, вот что значит покатался на разных машинах, когда ты понимаешь, когда тебе говорят, вот в немцах хорошая шумка. Если ты не ездил, ты сейчас меня не поймешь. Вот ты прокатишься сам, потом ты будешь говорить совсем по-другому. Поймите правильно. Когда вы приходите к дилеру, берете машину на тест-драйв, как правило, там представлены действительно дорогие версии. Даже мы, когда тестируют, когда только вышла трешка, там была версия 330-я, где был совсем другой интерьер. Ну, он богаче был. А вот эта версия, как раз то, что купишь себе ты. То, на чем ты будешь кататься. Еще дешевле, и еще менее скудно, это будет версия как раз таки 318-я дизельная. Там есть разные комплектации, их ценник. Ну, давайте, друзья, так не будем забегать с вами наперед, а все цены мы узнаем с вами в сентябре. Я обязательно сниму по этому поводу отдельный ролик и все вам детально расскажу. Обязательно подписываться нужно на канал, чтобы не пропускать эти полезные видео. Прежде чем мы с вами сделаем выводы, я хочу сказать следующее. Вот специально для всех тех, кто считает, что в каждом добром слове всегда что-то за деньги, нет. В этом ролике нет абсолютно никакой рекламы, за исключением BQ. Я специально съездил, прошел очередное ТО на своей пятерке в совсем другом сервисе. Мы там записали с человеком интервью, где он рассказал о надежности и ломучести BMW. Нечто подобное мы ранее снимали, вот записали со всем другим человеком. Подписывайтесь на канал, скоро этот ролик выйдет. На сегодняшний день цены просто-напросто улетают в космос. Даже в этом сюжете, когда мы снимали, я изначально обозначал цену автомобиля 2 миллиона 800, 2 миллиона 850 тысяч. Почему? Потому что по такой цене я покупал эти машины в июне, сейчас тачки, которые приходят на сентябрь, они приходят по новой цене. И сейчас менеджеры говорят, Диман, ценник будет ориентир 3 миллиона рублей. Плюс-минус вообще называют даже 3,060. Посмотрим, что будет на деле, когда автомобилей станет гораздо больше. При этом, подчеркиваю, все немцы наборные. Я уже сейчас находил автомобиль, свежий, с полным приводом, за 2 миллиона 790 тысяч рублей. Почему дешевле? Потому что по опционалу он местами проигрывает, а местами выигрывает. Начать вам рассказывать, в чем разница. Это, друзья, отдельный сюжет. Это прямо можно ставить 2 машины и снимать свежий, актуальный автомобиль на съемке. Принять участие, рассказать о своей машине. Мою почту вы увидите на экране, пишите, будем обсуждать ваши предложения, встречаться и делать интересные видосики. У меня на этом сегодня все. Высказывайте ваше мнение в отношении 3 серии. На мой взгляд, машина получилась, в принципе, очень удачной. Не самое главное, востребованной. Одно скажи, ценник бы ей вернуть, вот 2 300, 2 400, как это было раньше. Но, как говорится, вчерашний день найти сегодня невозможно, если так вообще говорится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.